помните как мы с вами закончили вроде бы закончили этот мастер-класс посвященный тому чтобы все было сделано из песка и вот как-то мы всегда с вами подозревали что как будто мы в детстве строили город из песка ну в данном случае из белого песка потому что сейчас вот знаете когда заход солнца происходит этот песок он как бы сохранил в себе свет солнца и остался вроде бы холодным не дай бог мы песок начнем писать охрой получится ну как вам сказать такая вот не верю яичница получится глазунья а нам надо все-таки писать песок через какие-то другие краски и мы с вами если помните сделали так что полутона и тень остались почти под малевками и вот я еще немножко приложилась к этой работе но знаете чем самым простым нашим лезвиком я приложилась так я себе представила что это одно целое то есть мне надо было соединить эти бутылки как будто бы они высечены из одного куска камня вот и я приложилась лезвиком думая что это я трогаю песок вот так по прикладывалась по свету этой горы которая состоит из пяти предметов вот представьте себе что это одна гора а мы с вами так и замышляли да я вот приложилась по свету каждой бутылки а тени и полутона они остались такие как мы с вами замыслили вот что я еще сделала немножко пустила все-таки соединение их между собой какими-то такими канатами веревками мне показалось что это еще больше нам сделает как вам сказать такую строение такое из пяти бутылок до строение которое возможно напоминает какой-то город ну вот ну что я еще сделала немножко разбросала здесь небольшие ракушечки прямо в горстке принесла ракушечки с пляжа вот так кинула возле себя из натуры сделала тут как как они знаете эти ракушечки они напоминают волну то они так лежат то так то так и вот какие-то камушки ракушечки пустила вот по этой линии как типа когда дом строят надо фундамент и вот так как у нас линия поклона была слишком вялая я сделала вот такую линию как будто она стоит вот это вот тяжелая гора город из песка стоит на таком плато да вот эта линия обозначилась ракушками вот такими фризом ракушечек и это мне показалось мало я сделала видите это гора город да из белого песка немножко идет вот как по диагонали и трубами своими да вот этими горлышками кувшинов и как-то она идет как чуть-чуть как будто ветром сдуло я противовес сделала два флажка ведь когда город то обязательно какие-то символы человеческого бытия должны быть вот один флажок поставила вот сюда наклонила его в противовес этому ветру видите маленький украинский флажок маленький так как мы на украине любим нашу страну вот кусочек моря пустила там небольшой да это все закомандовала уже это строение как как цельное строение его сделала только лезвием больше ничем понимаете вот даже я вот сюда даже не заходила там где полутон и тень пусть она вот такое и будет так канатиками связала чтобы эти канатики немножко пересекали вот эти вертикальные линии понимаете эти вертикализация немножко ну как вам одинаковость и скучность а эти линии они как будто эту четырехгранную связали с этой женским образом да эта женщина связалась с тем высоким бокалом бокал связался с главной бутылкой с ее ручкой да и только вот этот маленький подсвечник остался не связанным на свободе остался так вот море специально дала низкий горизонт как будто мы лежим помните мы с вами напоминали что мы как будто лежит на песке и смотрим снизу на этот город который раз и вырос вдруг ни с того ни сего на барханах песка мало того мне этой полосочки стоечки с флагом украинским показалось мало и я немножко запаковала этот город в еще один флажок который дал тоже небольшой противовес вот этому стремлению этих труб и синенький флажок просто морской сделала видите эти флажки они вообще почти не видны но они смотрите что они делают эти флажки они вот это вот строение которое хочет вроде как сдуться ветром или упасть они его в противовес немножко упаковывают как качели знаете чуть-чуть кто-то сядет да чуть-чуть туда качнулась чуть-чуть сюда у нас чтобы город туда не улетел трубами мы его раз и чуть-чуть композиционно перебили дальше и этого мне показалось мало я взяла краску которая у меня называется от саши никитенко пришла небесно голубая ну вы ее можете сами сделать вы можете взять голубой фэц разбавить ее белинками и немножко туда крапочка розового и у вас получится такая краска вот она небесно голубая а можно было еще взять церрулеум не а вот это небесно голубая хорошая и я между бутылками мне немножко начало смущать знаете что меня начало смущать что она слишком монохромно вы помните мы боролись с вами за то чтобы это не было сделано через желтую через песок до цвет песка желтый мы хотели сделать холодный песок помните и вот я сделав холодный песок холодный подиум на чем стоит песок и холодное небо мне показалось скучновато по цвету тогда я взяла небесно голубую и немножко фресковым образом потрогала типа между облаков бывают такие просветы голубого-голубого такие лоскутки голубые я думаю что вы это помните мало того я взяла голландский принцип укрепила вуалечкой вуалечкой во-первых я прошла сейчас голландский принцип сначала укрепила я с этой стороны бутылок да у нас свет отсюда идет вуалькой взяла кобальт фиолетовый ультрамарин кобальт фиолетовый ультрамарин лак колонковая кисть где наш колоночек хоть один хороший давайте вот колонковая кисть вуалечкой мягенько прошла не добираясь до края бутылок у них все равно должен быть как бы должна быть своя аура близко не приближается небом к бутылкам не приближаемся дальше дала так и оставила этот свет да и и получилось темная территория города из песка столкнулась со светом неба голландский принцип и столкнулась с темным так и этого мне показалось мало и тогда я взяла охру светлую все таки да как отблески солнца последнего луча я пустила вуалькой охра светлая белила по периметру убрала вот эти дырочки чтобы они не не били нам в глаза ведь если эти дырочки не обраны вуалечкой тогда мы вот этот свет не увидим понимаете нам для того чтобы увидеть вот этот свет надо потушить их по периметру тепленьким охра светлая белила и наоборот внизу я взяла ультрамарин кобальт фиолетовый лак и сделала внизу как вуалечки типа как заводи на песке то есть мы все сохранили только вуальками мы и и и небольшой настойчивой шкрябалкой которая объединила свет ведь общий свет мы сделали ее более эффектную эту работу но облака вы знаете как писать до облака мы накидываем кобальт фиолетовый ультрамарин белила накидываем как я хотела хоть немножко объединить объединить этот город в такую знаете как будто бы падугу над ней моя задача была каждую бутылку сделать кусочком города понимаете когда это одно строение и мне надо было их немножко вот если убрать эти облака они все равно каждый по себе смотрятся но если есть эта арка из облаков значит им уже некуда деваться они не смогут уже по отдельности работать понимаете кобальт фиолетовый ультрамарин белила накидываем облака кисточкой до накидываем 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 сюда мы же задумали да что у нас облака вот так пойдут а потом лезвиком намазываем их как маслица кто не умеет писать облака надо обратиться к павлу и он обязательно вам пришлет этот мастер-класс там где мы пишем облака лезвием да и вот так опять намазываем маслицем чтобы глянцевость облаков не оставляла сомнений о вытираем и опять следующее облачко каждое облачко ведем по-своему все меньше и меньше облачки и смотрим чтобы они уже не затмили наш город дальше у них у этих облачков надо было тоже дать собственные тени собственные тени кобальт фиолетовый арарат всегда у облаков он они я прямо смотрю на них кобальт фиолетовый арарат справа один сантиметр достаточно вот здесь кисточкой аккуратненько но вот эту глянцевость сохранить кисточкой подбили справа и внизу аккуратненько а здесь на маленьких маленькие вообще можно знаете чем охра светлая белила да для интереса вот а с этой стороны не надо с этой стороны самое главное это встреча света города с темнотой неба вот и вот получилась такая работка конечно возле нее пришлось немножечко побегать знаете два метра отбегаем смотрим ошибочку подбегаем до увидали чтобы здесь можно такие щербиночки сделать найти как камушки в песке песок и не бывает давайте подумаем что такое песок песок не бывает просто вот сами крупки да я думаю что это море сделал на песок он обязательно с какими-то камушками и ракушечками и конечно строение из песка тоже будут да если допустим ребенок их построил там обязательно будут камушки ракушки какие-то кусочки деревяненькие что-то будет в основном ракушки и вот они вот здесь застряли в этих бутылочках в основном где на полутоне они позастревали потому что нам надо этот полутон знаете вытянуть на человека чтобы человек мог первым делом дотронуться до полутона а потом раз свет потрогать а тень пусть уходит туда вот и вот получилось такая нежная монохромная и самое главное не желтая потому что я смотрю на старые пейзажи наши с Вовой они прямо желтые до невозможности почему потому что мой песок писали охрой а его нельзя охрой писать его надо писать допустим как дмей лимонный кобальт фиолетовый белила вот тогда будет песок вот вот такая работка нежная получилась но все-таки она интеллектуально направленная не для эмоций эта работа эта работа для интеллекта и можно даже выстроить ее в философскую живопись